Богородичный праздник В народе Успения называют также летней или Богородичной Пасхой. Успением Пресвятой Богородицы называется конец ее земного пути, то есть телесная смерть. Но про Божью Матерь не принято говорить «умерла», а скорее уснула. Ведь не только ее душа отправилась на небо. Христос забрал и тело матери из гробницы, где она как бы спала, ожидая, когда придет за нею сын. Божья Матерь после того, как Иисус вознесся на небо, проживала в Иерусалиме, в доме Иоанна Богослова, и много молилась. Когда пришел ей срок отойти от земной жизни в вечную, явился архангел Гавриил. Когда-то он принес причистой весть о том, что через 9 месяцев она родит сына Божьего. А теперь возвестил о том, что Господь через 3 дня возьмет ее в свои небесные обители. Перед кончиной Богородица пожелала проститься со святыми апостолами, учениками ее сына, которые разошлись по разным городам и странам с проповедями Христовой веры. Они чудесным образом явились в Иерусалим. В назначенный день в доме, где жила Богоматерь, собрались любившие ее люди и апостолы. Многие не могли сдержать слез, горевали и плакали. А сама Дева Мария была радостна и спокойна, ведь она шла к своему сыну. Она всех утешала, обещая стать заступницей за каждого перед престолом Божьим. И по сей день верующие почитают ее как главную небесную помощницу и обращаются к ней при всякой нужде. Богородица попросила похоронить ее в пещере, где покоились ее родители Анна и Иоаким, и супруг Иосиф Обручник. Согласно преданию, Христос спустился на землю, чтобы принять ее душу. И Пречистая, не испытывая ни боли, ни страха на глазах у присутствующих, как будто спокойно уснула. Погребение Богоматери сопровождалось многими чудесами. А через несколько дней после него в Иерусалим прибыл один из опоздавших на прощание апостолов Фома. Он горько сожалел, что не успел проститься с Богородицей. Из любви к нему другие согласились открыть гробницу, но тело внутри не оказалось. Господь забрал его. Вечером того же дня Пресвятая Дева явилась ученикам Божьим во время их трапезы со словами «Радуйтесь, так как с вами буду всегда». Так произошло событие, которое на протяжении столетий вспоминают христиане всего мира. И событие это считается радостным, так как сам Господь принял душу Девы Марии, а через несколько дней вознес на небо во плоти. Она первой из людей прошла по тому пути, который уготован христианам в конце времен. Поэтому в праздник Успения Богородицы люди радуются, ощущая ее присутствие, помощь и поддержку в своей жизни. Успение – непереходящий праздник, то есть дата его из года в год одна и та же – 28 августа. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост, который после Великого считается наиболее строгим. Успение на Руси был важным праздником, означавшим окончание лета и приход осени. У крестьян заканчивалась летняя страда и начинался основной сбор урожая. Традиционно в день Успения люди несли в церковь хлеб и каравай, испеченные из муки нового урожая. Часть продуктов оставляли в храме, а также делились едой с обездоленными, болеющими и нищими людьми. Придя домой, можно устраивать пир, ведь Успенский пост закончился. Принесенный из церкви каравай надо разделить на небольшие ломтики, чтобы отведал каждый член семьи, а оставшиеся завернуть в чистое полотенце и положить под образа. Когда в доме кто-то заболеет, то ему нужно дать кусочек Успенского каравая для скорейшего выздоровления. В праздник Успения Богородицы запрещается выполнять любые работы по дому или на огороде. Особенно это касается женщин. Никаких стирок, глаженья, уборок, шитья. Все это необходимо переделать накануне. Нельзя сегодня ссориться с близкими и родными людьми, завидовать, осуждать, обижать и сквернословить. На протяжении веков в народе сложился еще ряд запретов на этот праздничный день. 28 августа огонь не надо разводить, иначе можно навлечь на жилище всякие напасти. Строгий запрет на пользование ножом. Наши предки даже в руки не брали режущие и колющие предметы. Верили, кто ослушается, тот серьезно заболеет. Еду в этот день не готовили, а хлеб отламывали руками. На Руси верили, что роса 28 августа – это слезы природы, которая плачет о покинувшей земной мир Богородице, о том, что она не может находиться рядом с нами и помогать нуждающимся. По Успенской росе ходить босиком запрещается. Можно подцепить к себе кучу тяжелых болезней. Молодым девчатам категорически запрещалось состригать волосы и выбрасывать. В народе говорили, что так можно навлечь на себя слезы Девы Марии. 28 августа не надевали неудобную обувь, чтобы не навлечь проблемы в свою жизнь. Согласно народным приметам, кто на Успение ногу натрет, у того год будет неудачным, полным трудностей и неприятностей. Нельзя в этот день еду на пол ронять и уж тем более наступать на хлебные крошки. Верить в эти народные приметы или нет – личное дело каждого. А мы поздравляем всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаем мира, добра, тепла, хорошего настроения, отличного урожая, здоровья, счастья и Божьей благодати.